Дорогие друзья, с вами передача «Просто жизнь» и я Зоя Грязева. И сегодня в гостях у нашего канала ректор Воронежского государственного лесотехнического университета имени Георгия Морозова, Дрополюк Михаил Валентинович. Здравствуйте, Михаил Валентинович. Здравствуйте. Вы знаете, я поймал себя на мысли, что больше всех завидуют людям, которые связаны с образованием, с просвещением. И вот 23-й год, год педагога-наставника. Вот давайте разделим на две части. Есть какие-то профессиональные вещи, педагогические вещи, а есть вещи наставнические. А начнем вы давайте с самого начала. А вот кто был наставником в вашей жизни? Наставником в моей жизни? Мне повезло. В свое время я дополнительно изучал английский язык, кроме того, что в школе, замечательным человеком, который, к сожалению, был инвалидом первой группы, был прикован к постели, но прекрасно знал язык. И вот два раза в неделю я к нему приходил, и мы изучали сверхпрограммы английский язык. Но он был настолько эрудирован, этот человек, то, что мы касались всех тем, которые мне были интересны в то время. Как устроена экономика школьнику? Что такое политэкономика? Какие процессы происходят в обществе? И мы после занятий еще долгое время, каждый раз на эти вопросы он мне давал ответы. И, конечно, он определил мою дальнейшую судьбу, свою жизнь. Поскольку я на многие вопросы получил ответы из его уст. Мне было настолько интересно, что я выбрал дальше свой жизненный путь. И когда я уже поступил в университет, закончил университет, и приехал к нему рассказывать, что я продолжаю заниматься английским языком, занимаюсь вот этим направлением другими, то он, конечно, был тоже горд этим направлением, этими моими успехами. И произнес такую фразу, что я выбрал техническое направление, но продолжал изучать языки. И он сказал о том, что, может быть, надо было бы побольше заниматься техникой, техническим направлением, чтобы вот эта твоя часть тоже была очень яркой. Я над этим задумался, написал кандидатскую или докторскую диссертацию по техническим наукам. Вы знаете, это вот человек вашей... Как его звали? Я его звал дядя Саша. Дядя Саша. Поскольку он мне позволял так силу. Да, дядя Саша сыграл в вашей жизни какую-то роль такую очень близкого, тёплого человека, да? Вот скажите мне, скажем так, это было в 15 лет или в 17, то есть когда вы выбрали свой жизненный путь? Это было немножко позже, поскольку я связываю выбор жизненного пути именно с профессией и с университетом. Это, наверное, был 10 класс, когда я очень сильно задумывался о том, что будет дальше, какой вуз выбрать. И тут мне встретился ещё один человек, мой родственник, тоже мой дядя, ну, уже родной, к которому я посоветовался, и он мне сказал, мне не всегда не хватало, чтобы в моей команде был хороший механик. Поступай вот, связанное что-то с механикой, выбери это направление. Я знаю, что у вас автоделы, да? Это была первая специальность. Да, поэтому я прислушался к этому авторитетному человеку, и для меня, конечно, это сыграл решающий выбор, и я выбрал направление, связанное с техникой. Вот скажите мне, я вас достаточно давно знаю, но всё-таки достаточно мало знаю, Вы относите себя к людям, которые называются баловин судьбы и счастливчикам? Нет, ни в коем случае. Абсолютно. Абсолютно. Очень часто, всегда, наверное, приходилось что-то преодолевать. А я думаю, что под определение баловин судьбы попадает, что всё легко. Нет, лёгкости не было никогда. Всегда всё давалось очень и очень непросто. Зачастую очень сложно. И когда я усматриваюсь, какие события происходили, думаешь, ну как ты через это всё прошёл? Как тебе хватило сил преодолеть это? Поэтому к этому отношусь... Ну вот скажите, вот я себя отношу к людям, которые вот там в седьмом классе уже были достаточно взрослые. А вы вот молодой человек, вот вы на сколько лет себя ощущаете? Взрослость, она определяется не только возрастом, но и ощущением. Конечно, а мы сейчас ощущениями не говорим. Конечно, я знаю, сколько лет. И мне всегда, всегда было в любом возрасте с самого детства было приятно общаться с людьми старше себя. Вот тоже самое. Всегда. Я как бы заглядывал в будущее, что будет происходить потом. И находил ответы на многие вопросы, общаясь со старшим поколением. Вникая в те вопросы, которыми они живут, что их беспокоит. И мне это всегда было очень интересно. Я никогда не упускал возможности именно со старшим поколением пообщаться. Давайте все-таки сперва начнем. Итак, люди среднего возраста, 30-40 лет. Кто они? Что они? Среди ваших знакомых, среди ваших друзей? Есть ли у вас волнение по поводу вот этого костяка возрастного? Мне, может быть, отчасти будет просто говорить даже не о своих знакомых или друзьях, а о тех студентах, которые у нас учатся. Я веду в группах, которые учатся заочно. И вот только прошла сессия, и ребята приехали именно такого возраста, даже, может быть, чуть постарше. Разная ситуация. Я бы к данной категории применил, что вот где-то немножко этим людям не повезло свое время. Почему? Потому что они не смогли получить образование. Мы касаемся этого. И когда я выступаю перед ребятами, которые в юном возрасте, я привожу эти примеры. То, что вот человек не получил что-то, 40-40. Потом он догоняет. Потом он догоняет. Я встречаюсь с этими людьми, которые догоняют. Но в этом, в этой гонке есть прекрасность, что человек тянется к знаниям, ему это нужно, и интересно. И он в университете, находясь в аудитории, впитывает все. Понимаете, такая жажда тех, кто приезжает к знаниям. Как приятно это слушать. Как приятно это слушать. И вы представляете, как приятно заходить в эту аудиторию. Это не рутина для них, как для студентов, которые вот закончили школу, поступили и живут в этом. Ну, еще одна лекция, еще одно занятие, еще один человек пришел к ним в аудиторию. Они воспринимают совершенно по-другому. Они попадают в другой мир. И они хотели бы этим миром То есть мотивация колоссальная. Дайте знание. Да, насладиться общением. Им не хватало. Они хотят дышать этим воздухом. Они не ощущали себя студентами. Никогда ими не были. Вот они стали. И вот они находятся в этом. Хотя на две недели они приезжают на сессию. Ну, это упадает на полгода. Заряда. Да, заряда. Но вот те ребята, которые приезжают, которые серьезно к этому относятся, с ними очень приятно общаться. Получаешь колоссальное удовольствие. Я всегда жду не с нетерпением. Этого общения. Поскольку выходишь с аудитории, не только ты им отдал энергию, но взял что-то замену. Значит, здесь все хорошо. А теперь там те проблемы. Итак, я знаю, что у вас маленькие дети. Вот давайте говорить о возрасте 12 лет. Я бы не сказал, что проблемы. Я бы взял возраст 12 и чуть старше. Конечно, старшие классы, да. Да, вот когда вы мне задали вопрос, кто был наставничком. Я очень с любовью, к уважением отношусь к своим родителям, но, к сожалению, я не мог вам, честно отвечая на этот вопрос, сказать, что именно их мнение повлияло на меня, на мой выбор. Я привел совершенно двух людей, которые не относятся к родителям. И так же и у молодых людей. Каждый раз, встречаясь с родителями, с молодыми людьми, я ощущаю то, что родители в данном возрасте не всегда являются тем авторитетом, который они, может быть, хотели. И это не зависит от воспитания. Это не зависит ни от чего. Просто вот такой переходный период, когда тоже уже человек считает как данность мнения родителя, потому что слышит его по каждому поводу каждый день какое-то мнение. И вот тут важно мнение стороннего человека. И вот на сайте нашего университета вы можете посмотреть, зайти, что не готовясь к этой передаче, а уже давно мы поставили такой пост, встреча с ректором. Любой может прийти из школьников, встретиться в любое удобное время. Я подстраиваюсь под них со школьниками. Почему я считаю это очень важно? И я получаю от этого тоже огромное удовольствие от этой беседы. Когда мы беседуем со школьником, когда мы вместе с ним мечтаем о том, кем бы он хотел стать, как он видит свой жизненный путь дальнейший, моя задача только ему помочь и рассказать о тех возможностях, которые есть. Он получает не только информацию, он получает не только мое мнение примитивно к себе, к его способностям, о том, что мы с ним обсуждаем, какие у него есть способности, но он самое главное получает мечту. И вот эта мечта, она должна быть у каждого человека в любом возрасте. Он должен с этой мечтой двигаться. Цель? Да, цель или мечта, как вы правильно говорите, тогда он осознанно будет идти в школу, брать учебник, и если где-то он задумает полениться, что-то пропустить, тогда он как бы предает свою мечту в этой данной конкретной ситуации, он от нее отходит назад. И вот эта вот мечта является драйвером развития его личности. Это вот очень важно. Вы знаете, вот слово лесное хозяйство, оно, мне кажется, такое благородное, благородное какое-то слово. Вот если брать среднестатистическую какую-то группу, вот скажите, что это влечение к лесу или это просто желание получить там, ну, экономическое или какое-то образование. Вот есть ли какие-то мотивировки такие, какие-то, знаете, внутренние, чувственные, есть ли они? Вот, ну, как в мединституте, вы знаете, клятва у Гиппократа, там хоть на каком-то факультете, да, но ты понимаешь, ты хочешь спасать людей. Или там ветеринар, ты хочешь спасать животных. Так вот, мне кажется, у вас вот это слово, я, ну, к сожалению, мало знаю, чем вы занимаетесь, да, но тем не менее. Жаековна, у нас 72 направления подготовки сейчас, и, конечно, лесное направление, оно название университета у нас высвечено, и вопрос ваш понятен. Я бы разделил его на две составляющие. Разные ли студенты. У нас еще есть программа СПО, бокового ряда, среднепрофессиональное образование, когда дети приходят после девятого класса. Вот, конечно, по возрасту отличий очень много. Ребята, которые учатся на программах Испании, совсем юные, и к ним совершенно требуется другой подход. Да, а там уже, когда бакалаврят, уже более осознанно, ребята уже поздрослевшие, на этих направлениях учатся. И я часто интересовался тем вопросом, который вы мне задали. Спрашивал у разного среза поколений, у старших поколений, которые пришли в университет, давно уже стали профессорами, добились. Что их приводило именно в эту специальность? Старшее поколение проводило большое уважение к работникам лесного хозяйства. Многие поступали из сельской местности, где человек с лесным образованием был, может быть, на первых или на вторых ралях. Какое красивое, господа, лесник, какое слово чудесное. Да, от этого человека зависела жизнь, потому что от этих ресурсов зависело тепло в семьях. И от его решений, конечно, во многом зависела жизнь многих поселков. Когда мы уже обобщаемся с молодыми людьми, лесное образование, лесная наука шагнуло вперед. И теперь, когда мы выступаем перед студентами и мотивируем их, рассказываем, чем они будут заниматься, им же надо тоже рассказать, что фактически они будут спасать планету. Потому что от лесных ресурсов зависит судьба человечества. Вы знаете, мы сейчас реализуем лесоклиматические проекты. Боремся с потеплением климата через реализацию карбоновых полигонов. Ой, как интересно. Да, поэтому сейчас ребята, которые поступают на лесное дело, мотивируем то, что вы будете заниматься совершенно новыми подходами. Вы будете изучать растения с точки зрения их быстрого роста и развития. Вот как у нас топали с 38, который поражает своими темпами развития. С помощью этих растений вы будете создавать такие насаждения, которые будут позволять человеку дышать, а планета будет... Помогать человеку, а я дышу планету. И спасать планету. Спасать, да, друзья, послушайте. Спасение планеты, мы надеемся, в настоящих сильных руках. Вот эта вот мечта, это, конечно, большая мечта. Спасти планету, сделать жизнь людей лучше. Дать возможность человеку дышать. Вот давайте поговорим об обществе. Как вы считаете, срез тоже берем такой, вот знаете, ну, условно опять, 25-75, вот этот срез взрослых людей. Что вас волнует? Есть большая потребность у каждого человека. Человек должен гордиться чем-то. И очень хорошо, когда человек гордится своими родителями. Когда родители в воспитании сына или дочки таким образом поступают, что у человека рождается чувство гордости за их поступки. И огромная потребность у человека гордиться своей страной. Это тоже огромная потребность. У нас учатся ребята из 30 стран мира. И мы для них проводим раз в год фестиваль такой культуры, когда они представляют свою страну, блюда своей страны. И, подходя к ним, я вижу, как они хотели бы это чувство гордости за свою страну передать нам в ходе знакомств с этой страной через них. Поэтому вот это чувство гордости, оно должно быть и у поколений. И в самом раннем возрасте, и в возрасте старшем, в любом возрасте. Человек должен гордиться. Скажите, пожалуйста, чувство гордости за страну, уважение к старшим, к родителям. Но дайте всё-таки совет. Мы с вами говорили, что очень сложный возраст, там 10-12 лет. Каким образом вы считаете прививать это всё? Это должно быть с самого раннего возраста идти. С самого раннего возраста. Да, что-то надо, что-то будет переделывать или что-то ещё. Во-первых, в семье надо поступать таким образом каждый день. Это большая-большая сложная задача по отношению к своим детям, чтобы поступать правильно, справедливо. И всё во многом идёт из семьи. Просто человек не может найти других примеров. Воспитание – процесс созерцательный. И в семье человек созерцает ту модель поведения, которую он будет распространять на других. Просто других примеров быть не может. Они самые близкие и находятся рядом. И второй процесс созерцания должен быть в классе, в школе, в университете. Он тоже должен созерцать. Поэтому, когда в аудиторию заходит профессор, это должна заходить величина, чтобы человек рождал... Это очень хорошо, вы повернули. У меня не было в планах поговорить об этом. Вот уважение к преподавателю, да, как вам сказать, ну и пиетет какой-то, да, каким образом это? Как оно сейчас? Ведь вот эта некая расхристанность, так сказать, лёгкость. Просто когда преподаватель начинает говорить в аудитории, если в аудитории это настроено, он должен поражать своими знаниями, своим опытом. Он должен поражать тем, что говорит. Может быть, удивлять где-то. чтобы он был источником вдохновения для ребят. Скажите, теперь я более провокационный вопрос задам. Ну, он вообще касается, ну, как вам сказать, кадры решают всё, говорили в прошлом. Вот, скажите мне, есть ли проблемы с кадрами? Проблемы с кадрами есть постоянно. Может быть, в высшей школе она не так отмечается. Но вот за последнюю неделю у меня было несколько звонков, и те, кто приходил со среднего профессионального образования, где не хватает преподавателей математики и физики, к примеру. Школьные учителя, с которыми мы встречались, директора говорят, тоже кадровый голод есть определённый. То есть кадровый голод существует? Существует. И к нам обращаются, говорят, не могли бы вы дать хотя бы, может быть, вахтовым методом, это бы вот с другого города приехали бы, может быть, ваши преподаватели провели занятия, но так случилось. Очень интересно, очень. То есть и так мы возвращаемся к той же теме педагога-наставника. То есть запрос в обществе на людей, которые несут знания, существуют, или суд, советы, он существует. Но вот этот процесс воспитания, он тоже должен быть запущен. У нас должен быть вот этот лифт, и мы стараемся в нашем университете его выстроить. Когда человек заканчивает, приходит преподавать на программу, к примеру, среднего профессионального образования, попадает в аспирантуру, засчитает кандидатскую диссертацию, движется дальше. По крайней мере, инфраструктурно у нас для этого всё есть. Было бы только желание у человека на этот лифт встать и нажать кнопку, доехать до того этажа, до которого бы он хотел бы доехать в своём профессиональном совершенствовании. Вот скажите у меня вопрос провокационный. Много ли работают не по специальности? Есть те, которые работают не по специальности. Такие люди, конечно, есть. Но и многие работают по специальности, которая была получена. Я хотела бы эту тему. Она меня очень волнует, очень волнует. Именно уже потом в применении к молодому поколению. Что нужно делать для того, чтобы человек, закончив ваш вуз, всё-таки продолжал деятельность в этом направлении? Жизнь изменилась. Мы живём в информационном обществе, где очень быстро меняются все процессы. Если раньше брать, может быть, прошлый век, человек, который заканчивал высшее учебное заведение, знаний, которые он получал за 5 лет, например, обучаясь на специалитете, ему хватало фактически на долгий-долгий период его жизни. Ну, я бы сказал, может быть, до пенсии. Я бы сказал, на всю жизнь. Да, на всю жизнь хватало этих знаний. И сейчас это просто невозможно. Когда я выступаю перед выпускниками, я говорю им о том, что вы будете постоянно возвращаться в университет. Закончил бакалавриат, я им рекомендую, конечно, если пойдёте работать, заочная магистратура. Подумайте об аспирантуре, пока у вас есть время, потому что время пробежит быстро. И, конечно, те, кто задумывается, они постоянно возвращаются, добирают, добирают, добирают. Очень много теперь курсов, которые заканчиваются через дополнительное образование. Надо это всё добирать. К сожалению, так быстро всё меняется в жизни, что человек, который закончил университет, он должен добирать всё это. И самое главное, что человек, который работает не по специальности, проблема это вам в этом или нет? Я считаю, что вузы на сегодняшний момент, кроме профессии, дают высшее образование. Вот на это высшее образование можно через ДОП образование... Ключевая база. База. Наложить особенности разные. Он далеко не уйдёт. Он всё равно, как специалист, будет возвращаться к тем знаниям, которые у него уже есть. Но я хотела бы здесь, знаете, как я эту тему развивала вот с рядом преподавательского состава. Как вы, ну, я не знаю, инициируете ли, пробуете ли? Раньше было такое слово, как распределение. Понимаете, кто-то не хочет вот, знаете, как так, а кто-то не может. Да, как вот к этому? Я, что говорите, человек советской школы. В Магадан, Зоечка, в Магадан. Всё правильно. Всё правильно вы говорите. И вот эти слова про то, что не может. Мы каждый раз, донося декана на планёрках, я говорю об этом. Мы занимаемся трудоустройством каждого. Вот, я хотела это услышать, я услышала. Это задача университета. И когда я говорю о том, что мы этим должны заниматься, не только потому, что, ну, вуз заботится о своих выпускниках, или это стоит в показателях работы университета, просто у родителей, либо у этого ребёнка, который заканчивается, нет возможности трудоустроить его в те направления, у которых возможности есть у нас. У нас информационно даже нет. И поэтому мы собираем вакансии со всей страны. И предлагаем выпускниках. Вы просто молодец. Значит, вы знаете, как я люблю всех ректоров, и все вузы нашей любимой Воронежской области. Ну, вот здесь просто, конечно, респект. Респект. Со всей страны вакансии. Есть Москва, МОСОБЛЕС. Хочешь работать на Рублёвке? На Рублёвке? Пожалуйста. Мечта у тебя была попасть на Рублёвку? Ой, Михаил Валентинович, я не могу. Ну, я разрешила. Нравится тебе Крым, Евпатория, Симферополь? Пожалуйста, есть вакансии. Есть Воронеж? Ты приехал с другого региона, хотел бы здесь отстаться. Отлично. Пожалуйста, управление или сами Воронежской области и так далее. Белгород, Курс и всё остальное. Когда у человека есть выбор, тогда у него нет никакой мотивации, чтобы от него отказаться. Значит, у меня очень повысилось настроение. Значит, а теперь давайте о личном. Я знаю, что такое университет. Я всё-таки 9 лет работала в университете. Вот. Я знаю, что вы более чем занятой человек. А теперь о личном. А что вы делаете, кроме работы? Ну, так по-честному. По-честному. Вот, кроме работы. Диван, телевизор, книга, рыбалка, охота. Понимаете, когда служишь университету, мозг очень сложно перенастроить на что-то другое. У меня, по крайней мере, это не получается. Может быть, это является и недостатком. Потому что переключаться всё-таки надо. Конечно. Что бы ты ни делал, всё равно в голове возвращайся и не покидают те задачи, которые ты должен решить. Ты ищешь их решение. Они даже приходят, может быть, и во сне. Потому что мозг продолжает думать в этом направлении. Поэтому мозг, к сожалению, не отключается. Можно заниматься активностями разными. Спортам. Я люблю играть в бомбинтон. Очень интересная игра. Преуважаю вас. Правда, как интересно. Вы знаете, вы первый мужчина в моей жизни. Я так понимаю, это в спортзале. Да, в спортзале. В спортзале у меня знакомых таких нет. Поэтому очень интересная динамичная игра, которая позволяет в игровой форме совершать огромное количество движений на разные группы мышц. Ну, раз это рядышком, это рядышком. Мы зрителям расскажем, пришли были на тренировку. Значит, вы знаете, заканчивая нашу передачу, мне всегда хочется, чтобы вы, такой позитивный, хороший, интересный человек, обратились к жителям нашей страны. Как надо? Что надо? Какие советы? Уроки от вас лично. Каждый раз, встречаясь с молодыми ребятами, о чем мы говорили, со школьниками, я как бы заглядываю в будущее через их глаза, через их желания, через их потребности. И мне бы хотелось, чтобы эти молодые ребята, не только по Воронежской области, как вы сказали, по всей стране, в жизни встретили человека, наставника, который им подарил бы мечту. Благодаря своей профессиональной деятельности, своему опыту дал нужный совет, как идти по жизни, в какую сторону. И чтобы этот совет привел у молодых ребят к успеху. Чтобы спустя много лет они могли сказать в своем сердце этому человеку большое спасибо за то, что для них было сделано. Я пожелал бы каждому молодому человеку в жизни обрести такого наставника в семье или за ее пределами, в школе, в университете, может быть где-то еще, мнение которого для вас стало бы дорого, а самое главное – жизнеопределяющим. И вот с этой мечтой, чтобы вы шли и достигали, чтобы вы никогда не предавали свою мечту, а шли к ней, побеждали, совершенствовались. И тогда вами уже будут гордиться ваши дети, внуки и правнуки. Дай Бог, чтобы так получилось. Спасибо. Дорогие друзья, мне хочется обратиться ко всем. Вы знаете, в любом возрасте человеку нужен совет. Так сложилось. Мы люди не сам в себе. Ты с кем-то. Рядом с тобой советчики и попутчики, но их нужно и увидеть, и услышать. Будьте здоровы, будьте удачливы. Всегда с вами передача «Просто жизнь». Я Зоя Безина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин